Привет, друзья! Ферруджи Алиреза стал вчера победителем всех титульных вторников, предусмотренных сайтом Ческом. И я предлагаю вашему вниманию красивую атаку французского гроссмейстера, проведенную в поединке против Гиль Попельски. Итак, израильский гроссмейстер открывает партию ходом королевской пешки. Алиреза отвечает социальянской защитой, белый развивает коня, черный подбирает центральные поля. После продвижения Д4 Ферруджа меняется в центре доски, нападает на пешку, белый защищается конем попутно развиваясь, а Алиреза применяет вариант Найдерфа. Одна из идей набросить пешку по линии Б, устраняя защитника пехотинца на поле Е4. И как только в этой системе белые не играли, в их распоряжении есть более 10 различных продолжений. И любителям этой системы за черных нужна либо воистину феноменальная память, либо стальные яйца. Короче говоря, Попильский пошел снова Д3, защищая дополнительно пешку и подготавливая рокировку. Ферруджа нападает на коня и после отступления также подготавливает эвакуацию короля. Следует 4-0 и ход Ф4 с идеей вскрыть линию для ладьи. Юный Алиреза заканчивает мобилизацию конных войск, Попильский делает профилактический ход король H1. Черный набрасывает пехотинца на ферзевом фланге с идеей создать расширенное фианкетто и устранить одного из защитников центральной пешки. Ну что ж, Гиль защищается, Алиреза завершает развитие, белые централизуют коня и черные меняются на поле Ф4. С одной стороны вскрывает линию для ладьи, а с другой получает великолепную стоянку для коня. Садник тут же занимает свое законное место. После хода слон Е3 французский гроссмейстер меняется на Д5. Здесь можно брать как пешкой, так и конем. В случае взятия конем черный также меняет лошадей, дальше меняется на поле Д3, ну и в принципе получается равная позиция. В партии же израильский гроссмейстер предпочитает сохранить на доске побольше фигурок, забирая пешкой на поле Д5. Алиреза переводит ладью на открытую линию, белые централизуются, черные расчищают вертикаль для своей ладьи. Гиль попельски подрывает ферзевый фланг, нападая на пешку, с идеей создать слабость на поле А6. Алиреза проходит мимо, белые расчленяют пешки на ферзевом фланге, привязывая ладью к защите пехотинца А6. В ответ на это черные планируют активизировать слона, белые налаживают коммуникацию тяжелых фигур. Алиреза связывает коня, гиль освобождается от данной связки и слон возвращается на большую диагональ. На королевском фланге назревает что-то недоброе и белым стоило ограничить прыгучесть вражеских лошадей ходом А3. Но в партии попельски отправляется в поход за пешечкой Б4. Алиреза навешивает лошадя после отступления ферзя пробивает на поле Д3. Ну и давайте рассмотрим возможные варианты. У белых под боем слон, если они забирают на поле Ж7, то черные выписывают шаг на отступление короля съедает слона и белым приходится расставаться с качеством. У черных большой перевес. Вероятно лучшим продолжением в этой ситуации было взятие на поле Д3 конем. Хотя черные могут провести маленькую комбинацию. Конь H2 после взятия отыграть фигуру на поле Д4 и в результате получается следующая история. Черные поля на королевском фланге ослаблены при наличии чернопольного слона у противника. Хотя железный друг говорит, что у белых полный порядок. Ну а продолжение в партии, которую избрал гиль попельски, является серьезной ошибкой. Аль Рыза бросается в атаку на короля, белые защищаются от мата, черный играет ладья Е1. С идеей устранить защитника слона на поле Д4. Понятно, что промежуточный размен на Ж7 здесь не работает. Из-за шага с поля Ф2, используя горизонтальную связку, черный выигрывает сильнейшую фигуру. Поэтому в партии белой ладье приходится воротиться из неудачного плавания. Аль Рыза меняется, на смену павших бойцов становятся новые. Вероятно, меньшим изол здесь был ход G3, хотя черные могут провести комбинацию слон Д4. Оказывается, что при взятии слона черный забирает на поле G3, после удара на G4 выписывает шаг и проводят двойной удар, отыгрывая фигуру и продолжая атаку на раскрытого белого короля. Но можно было попробовать перейти в эндшпилек после взятия на поле H4. Черный тут же отыгрывает сильнейшую фигуру, вторгается ладьей в обжорный ряд, защищает пешку на поле B4. Получает лучшую пешечную структуру и более активную ладью. Но определенные шансы на спасение у белых все-таки есть. В партии же израильский гроссмейстер продолжает ошибаться и вместо хода G3 играет ладья F1. И Руджа возобновляет угрозу размина с последующим выигрышем фигуры, белые защищаются королем, черные создают угрозу мата в один ход. Но и позиция белых становится совершенно безнадежной. Если они забирают коня на G4, то черные меняют ферзей, дальше отыгрывают фигуру, на перекрытие переводят ладью на вторую горизонталь. Нужно отдавать одну из пешек, черный с удовольствием эту пешку съедает. И пехота белых больше напоминает не стройный отряд, а монетки в игре Супер Марио, которые нужно подбить. В нашем же поединке Гиль Попельский решил забрать ферзя на поле G3, а Лереза пробивает на D4 с шахом и белый король получает форсированный мат. В случае перекрытия ферзем черный забирает на F2, используя горизонтальную связку и ставят мат на F1. В партии Гиль Попельский пошел король H1 и также получил матец. Вот такая классная победа в исполнении Феруджи Али Резы. Ну и в завершение разбора я хочу выразить благодарность за продление спонсорской подписки Павлу Ватинову, Андрею, а также пользователю под ником LatteArt под микроскопом. Поддержите его видео лайками, репостом, ударом в колокол, потому что шахматы это круто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!